К 2024 году поставлена задача по увеличению переработки сельскохозяйственной продукции в регионе в два раза. О развитии региона и долгосрочных перспективах рассказал на заседании правительства Акимобласти Кумар Аксакалов. За что Североказахстанскую область похвалил премьер-министр Республики Казахстан и о многом другом смотрите в нашем сюжете. Поскольку Североказахстанская область является главной житницей страны, то и свой доклад глава региона начал с достижений в агропромышленном секторе и уборочной компании. В области на сегодняшний день убрано 93% зерновых и зернобобовых. Средняя урожайность составила 15 центнеров с гектара. Отдельные товарищества, такие как Током, Зенченко и компания, Новомихайловская 2003 смогли получить урожай свыше 25 центнеров с гектара. С начала года в регионе приобретено 1627 единиц техники на 41,8 миллиардов тенге. Аким области также отметил, что планируется ежегодно вводить до 10 молочно-товарных ферм, строить откормочные площадки, бройлерные птицефабрики. В результате будет увеличен объем привлеченных инвестиций в 2,4 раза, до 250 миллиардов тенге. Будет создано более 1,6 тысяч новых рабочих мест. Перед нами также стоит задача по увеличению переработки сельскохозяйственной продукции к 2024 году в 2,1 раза. Ведется реализация проекта по модернизации молокоперерабатывающих предприятий ТО «Маслодел» и ТО «Молочный союз». Реализация данных мероприятий обеспечит исполнение задач, поставленных в послании. Группа компаний «Казфуд Продокс» инвестирует в проекты в Североказахстанской области уже более четырех лет. Начинали с приобретения простаивающего завода «Биохим». На предприятии проведена глобальная модернизация оборудования. Сегодня здесь производят пшеничный глютен и крахмал. А уже в октябре планируется выпускать биоэтанол. В год зерна здесь перерабатывают до 200 тысяч тонн. Продукция экспортируется в Европу и США, Индию. В 2017 году инвесторы также восстановили в Таньшинском районе свиноферму и запустили мясокомбинат. Засеяли 55 тысяч гектаров земли и собрали хороший урожай в 20 центнеров с гектара. Новую жизнь вдохнули и в простаивающий тайшинский элеватор. На предприятии сейчас начато строительство комбикормового завода. Однако без поддержки государства не обойтись, отметил учредитель Алихан Талгатбек. Совместно с Министерством сельского хозяйства проведена работа по внесению изменений правил субсидирования по глубокой переработке на субсидии на переработку зерна, на биоэтанол и пшеничный глютен. На начальном этапе государственная поддержка данного производства просто необходима, так как приходится конкурировать с дешевым и экологически вредным импортным метанолом, а также завоевывать на мировом рынке нишу по пшеничному глютену. В этом плане просили бы поддержать. Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин отметил, что это хороший пример работы отечественных инвесторов, и такие проекты правительство непременно будет поддерживать. Я знаю, что есть планы у Кумара Гибаевича дальше вас поддержать по землям, по посевным площадям. Поэтому надо в этом направлении активно работать, будем вас поддерживать. И такие предприятия – это очень хорошие примеры, как надо работать. По сути дела, 4 года назад пришли, сегодня создали более тысячи новых рабочих мест в сельской местности. Это очень хорошие примеры. Акимобласти отметил, что в рамках реализации послания главы государства планируется увеличить объем производства продукции сельского хозяйства практически в два раза и в последующие пять лет довести до одного триллиона тенье. Екатерина Белоусова, Служба новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова